Привет, я Андрей, и это 13-й Астрообзор. Подборка интересных космических новостей за последние две недели. А в конце выпуска будет небольшой розыгрыш. На сегодняшний день уже открыто большое количество экзопланет. Многие из этих планет являются газовыми гигантами, подобными Юпитеру, и даже намного больше его. Ведь обнаружение экзопланет задач непростая, и крупные планеты обнаружить проще. В нашей Солнечной системе газовые гиганты обладают множеством спутников. Например, в случае того же Юпитера или Затурна счет идет на десятки. Ученые подозревали, что и в других системах у экзопланет могут существовать луны. Экзолуны. Но обнаружение спутников еще сложнее, чем обнаружение самих планет. Поэтому при нескольких тысячах уже открытых планет и еще тысячах кандидатов, которые ожидают дополнительного подтверждения, есть лишь несколько кандидатов в экзолуны. И ни одной подтвержденной. Однако, благодаря работе ученых из Колумбийского университета, шансы одного из кандидатов на подтверждение значительно выросли. Телескоп Кеплер использовал транзитный метод для поиска экзопланет. Астрономы проанализировали данные телескопа о 284 планетах и нашли одну у звезды Кеплер-1625 с интересными аномалиями в кривой света, которые могли указывать на присутствие экзолуны. Благодаря этой находке ученым удалось получить доступ к 40 часам наблюдательного времени на телескопе Хаббл. При наблюдении на Хаббле также использовался транзитный метод, но данные были намного точнее. Транзитный метод предполагает наблюдение за звездой. И когда потенциальная планета проходит перед звездой, то есть совершает транзит, яркость звезды незначительно падает. Обычно при обнаружении экзопланеты кривая света, которая демонстрирует яркость звезды, выглядит так. Однако в случае с экзопланетой Кеплер-1625b за падением кривой от самой планеты следовало еще одно падение поменьше. Вот как это выглядело. К сожалению, времени наблюдений на Хаббле хватило, чтобы зафиксировать только один транзит. А для подтверждения нужны множественные транзиты. Однако в пользу существования экзолуны есть как минимум еще один аргумент. При наблюдениях планета, а именно наблюдавшееся падение яркости звезды, произошло на час раньше расчетного времени, что также можно объяснить присутствием крупного спутника. Ведь оба тела влияют друг на друга гравитационно. Как это делают, например, Плутон с Хароном или Земля с Луной, и центральное тело немного покачивается. Кстати, возможно, соотношение размеров у планеты Кеплер-1625b и ее спутника близко к соотношению Земли и Луны. Только экзопланета и спутник во много раз больше. При том, что планета может быть в несколько раз массивнее Юпитера, ее Луна может быть сравнима по массе и размеру с Нептуном. В нашей Солнечной системе даже близко нет таких огромных спутников. Поэтому, если существование экзолуны будет подтверждено дальнейшими наблюдениями, это может существенно расширить и даже изменить некоторые представления о формировании спутников и планетарных систем. От ровера Opportunity по-прежнему не удается получить сигналов после глобальной полевой бури на Марсе, которая прервала его работу. А пока аппарату МРО удалось заснять марсоход на поверхности Красной планеты. Вот этот снимок. Небольшой объект в центре области, обведенный белым прямоугольником, — это марсоход. Область в рамке шириной 47 метров, а снимок сделан с высоты в 267 километров. Уже больше года прошло с великого финала аппарата Кассини. Но с данными, полученными за время миссии, продолжают работать, и это приводит к все новым открытиям. На этот раз сразу несколько прорывных выводов ученые сделали, проанализировав данные, которые аппарат получил непосредственно во время великого финала. Финальных 22 витков вокруг планеты и максимального сближения и уничтожения аппарата в атмосфере планеты. В это время аппарат изучал область между кольцами и самой планетой. Более подробные данные еще будут поступать, но пока я кратко перечислю несколько открытий. Впервые Кассини зарегистрировал с близкого расстояния взаимодействие колец Сатурна с атмосферой планеты, а именно того, как частицы внутреннего кольца и газы падают прямо в атмосферу. Некоторые частицы с электрическим зарядом спускаются по линиям магнитного поля к верхним широтам. Это явление называют дождем колец. Оно происходит быстрее, чем ожидалось, но Сатурн с колец падает примерно 10 тонн материала в секунду. Кроме того, дождем на Сатурн еще падают сложные органические молекулы, и они отличаются от той органики, что была найдена ранее на Энцеладе и Титане. Это означает, что в системе Сатурна есть как минимум три отдельных источника органики. Впервые обнаружена система электрических токов, соединяющая кольца и верхние слои атмосферы планеты. А еще новый радиационный пояс между кольцами и Сатурном. В отличие от других планет Солнечной системы, магнитное поле Сатурна практически идеально выровнено с осью вращения планеты. Новые данные Кассини говорят о том, что отклонение составляет меньше 0,01 градуса. В то время как, например, у Земли этот наклон магнитного поля составляет 11 градусов. Это, конечно, еще не все, и новые данные еще будут поступать. И кое-что еще о системе Сатурна. Спутник Сатурна-Титан — это уникальный объект. Единственный спутник в Солнечной системе с плотной атмосферой. Единственное тело, кроме Земли, с жидкостью на поверхности в виде рек, озер и даже морей. Правда, не из воды, а из сжиженного метана и этана. Благодаря данным того же аппарата Кассини удалось обнаружить еще одну особенность спутника, а именно пылевые бури, делая Титан третьим телом в Солнечной системе, на котором известно существование пылевых бурь после Земли и Марса. Сильные ветра поднимают над поверхностью спутника органическую пыль с дюнных полей. Вот анимация из кадров, на которых бури были обнаружены. Анимация показывает снимки нескольких областей без бури, а затем с бурей. Это светлые пятна, отмеченные стрелкой. Снимки сделаны в инфракрасном диапазоне, поскольку плотная атмосфера Титана не дает увидеть деталей поверхности в оптическом. И спутник выглядит так. Мы продолжаем следить за миссией Хаябуса-2, которая изучает астероид-рюгу. Хаябуса получила этот снимок поверхности астероида с расстояния всего в 64 метра. В прошлый обзор попала новость об успешной посадке на поверхность астероида двух модулей Минерва, и уже к этому обзору произошла еще одна посадка уже модуля Маскот. Аппарат размером с коробку для обуви отделился от материнского корабля и спустился на поверхность рюгу. Вот этот снимок аппарат сделал во время спуска. Батареи аппарата были рассчитаны на 16 часов работы, и за это время он должен собирать научные данные с помощью приборов, установленных на нем. Это камера, радиометр, спектрометр и магнитометр. Однако Маскот проработал даже дольше ожидаемого времени на целый час, и, отправив данные, навсегда прекратил работу. Покойся с миром, Маскот. Компания SpaceX успешно посадила первую ступень ускорителя ракеты Falcon 9 после запуска двух аргентинских спутников. В интернете есть множество фотографий запуска, и в описании я оставлю ссылку на подборку. SpaceX уже не в первый раз успешно сажают первую ступень, но в этот раз они впервые посадили его там же, на космодром в Калифорнии, откуда ракета запускалась. Сверхскоростные звезды Самый быстрый клад звезд в нашей галактике. Таких объектов было известно совсем немного. Предполагалось, что эти звезды происходят из центральной области галактики, и после взаимодействия со сверхмассивной черной герой приобретают огромную скорость и выбрасываются к краям галактики. Однако теперь были обнаружены новые сверхскоростные звезды, и о них ученые узнали кое-что интересное. Я уже рассказывал о космической обсерватории Гайя, которая изучает нашу галактику и составляет крупнейшую трехмерную карту звезд. В апреле был опубликован второй массив данных по более чем миллиарду звезд. Их положение, параллаксы и движение по небу в двухмерной проекции. А по 7 миллионам звезд из этого миллиарда еще и скорости от нас и по направлению к нам, что позволяет узнать их движение и скорость в трехмерном пространстве. Ученые, которые обнаруживали сверхскоростные звезды после первой публикации данных телескопа Гайя, стали изучать новые данные. И они нашли 20 звезд, которые движутся с такой скоростью, которой достаточно, чтобы покинуть галактику. Однако самое интересное, что оказалось, что большинство из этих звезд, вместо того, чтобы двигаться от центра галактики, напротив, движутся к центру. Этому может быть несколько объяснений. Например, звезда могла быть частью двойной системы, в которой взорвалась сверхновая. Или это могут быть звезды из галлон нашей галактики, ускоренные взаимодействием с одной из карликовых галактик, которые столкнулись с Млечным путем в прошлом. Но, пожалуй, самое интересное объяснение состоит в том, что это могут быть звезды из другой галактики, также выброшенные после взаимодействия со сверхмассивной черной дырой, преодолевшие межгалактическое пространство и попавшие в нашу галактику. Если это действительно так, эти звезды могут нести информацию о другой галактике, и мы можем получить ее, изучая их с гораздо более близкого расстояния, подобно тому, как мы можем изучать породу с Марса, когда она прилетает к нам в виде метеоритов. Одна из команд, которая занимается поиском планеты 9, обнаружила новый транснептуновый объект 2015 TG387, которому дали прозвище Гоблин. Это один из самых удаленных известных объектов в Солнечной системе. У него экстремально вытянутая орбита. Ее ближайшая к Солнцу точка находится в 65 астрономических единицах от него. Напомню, что одна астрономическая единица равна примерно 150 миллионам километров, но самая дальняя точка удалена аж на 2300 астрономических единиц. Гоблин может достигать 300 километров в диаметре и даже иметь сферическую форму и подпадать под категорию карликовых планет. Но самое интересное, что открытие этого объекта стало еще одним аргументом в пользу возможности существования планеты 9, так как наряду с другими транснептуновыми объектами с необычными орбитами он вписывается в модель, в которой на них влияет гравитационно крупный неизвестный объект. Подробнее о планете 9 и о том, почему некоторые ученые считают, что она может существовать, вы можете посмотреть в моем выпуске, посвященном планете 9. А теперь наша мини-рубрика. Из предложенных названий я решил пока остановиться на варианте астромедия, как на более-менее универсальном. Сегодня о книгах, а еще я разыграю их электронные копии. Книга известного физико-теоретика и популяризатора науки Митио Каку «Физика невозможного». Это научно-популярная книга, которая рассказывает с точки зрения науки о различных технологиях и явлениях, которые мы привыкли видеть только на страницах фантастических романов, вроде телепортации, невидимости, межзвездных перелетов и так далее. И отвечает на вопрос, а настолько ли они невозможны? После у него же вышла книга «Физика будущего», которая рассказывает о возможном развитии технологий в ближайшие 100 лет. Я хочу разыграть по одной электронной лицензионной копии каждой из книг. То есть будет два победителя. Чтобы принять участие, нужно просто оставить комментарий под этим роликом. А розыгрыш мы проведем через несколько дней на прямом эфире в инстаграме «Космос просто». Поэтому подписывайтесь на наш инстаграм, чтобы не пропустить розыгрыш. А также, возможно, немного пообщаемся на прямом эфире. Ну и как всегда, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, если вы здесь первый раз. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова